Знаете, друзья, почему падают все рынки, когда падает американский рынок? Ну, снижается, допустим. Дело в том, что многие люди, которые имеют разные акции в частных структурах, они понимают, что все, в принципе, зависит от, фактически, от американской экономики, как самого крупного рынка, как такого рынка, от которого зависит практически все в нашей жизни. И из-за этого, когда падает американский рынок, и начинает снижаться, снижаются все рынки, потому что все экономики мира тесно завязаны, сильно завязаны на американскую экономику, очень сильно. И по этой причине, когда падает американский рынок, крупные инвесторы начинают сбывать акции в компаниях, которые могут быть абсолютно не связанными с американской экономикой. Ну, то есть не поставляет продукцию, например, на американский рынок, не продает ее за доллар или за евро, а только работает на внутреннем рынке, но имеет, допустим, акции. Вот такие компании локальные все равно будут терять свои капиталы, если снижается американский рынок. И по этой причине, так как все завязано на, фактически, американскую экономику, по этой причине падает все везде и всегда. Нет такого чудесного предприятия, которое бы росло вопреки падению американской компании. Разве что драгметаллы. Субтитры создавал DimaTorzok